Речь идет о пациентке 1961 года, у которой в 2013 году в сентябре был установлен, выявлен сахарный диабет и при обследовании по поводу сахарного диабета выявлена опухоль тела поджелудочной железы. Все интервальные промежутки между диагнозом и началом лечения довольно большие и вызваны отчасти тем недоумением, которое вызывала программа лечения в других лечебных учреждениях, и неуверенности больной, что ей требуется вмешательство. Диагноз после госпитализации в онкологический центр был верифицирован, и данные КТ и ультразвукового исследования обнаружили, что, да, есть опухоль тела и хвоста поджелудочной железы довольно больших размеров. В марте 2014 года была выполнена дистальная субтотальная резекция поджелудочной железы, спленоктомия, обширная довольно забрюшинная мехотканная диссекция, и обнаружили две особенности. Во-первых, левая желудочная артерия, коронарная артерия впадала в среднюю треть селезеночной, и также был блок желудочно-сальниковой артерии лимфатическими узлами. После того, как была мобилизована, была пересечена поджелудочная железа и желудочно-селезеночная связка, и селезеночная артерия и вена, у больного появилось кровотечение из желудка по зонду, довольно активное, и при интероперационном исследовании ультразвукоэндоскопическом обнаружили расширенные вены кардиального отдела желудка с разрывом вены и активным кровотечением. Был выбор или выполнить гастроктомию, или выполнить гастротомию желудка и прошивать вены, но мы выбрали другой путь, мы положили анастомоз, пересекли среднюю ободочную вену, и в дистальный ее конец анастомозировали желудочно-сальниковую артерию. Гипертензия была снята, кровотечение прекратилось, и мы дальше продолжили лечение. Узел в теле и хвосте поджелудочной железы являлся высокодифференцированной протоковой аденокарциномой. Были исследованы 15 лимфатических узлов, в которых метастазов не было, была инвазия в забрюшинную клетчатку, и в удаленной части железы, где клетки вроде бы были, аценарные клетки сохранены, ПАНН-2 были изменениями. После операции она получила химиотерапию в монорежиме гемцитабин. В декабре 2015 года при компьютерной томографии в ультразвуковом исследовании обнаружен метастаз в пятом сегменте печени диаметром 4 см. При этом маркеры не реагировали. Все ей 19-9, как, впрочем, и до операции, оставались в нормальных цифрах. Вопрос, что делать дальше? Продолжать лекарственное лечение, выполнить резекцию печени, обляться или оставить все как есть, потому что пациентка к тому времени чувствовала себя не очень хорошо, ей плохо удавалось справиться с сахарным диабетом. Вопрос. Вячеслав Иванович. Где Вячеслав Иванович? Я сменю позицию. Для разнообразия. Совсем по-другому выглядите. МРТ, ПЭТ, понятие, действительно ли болезнь олигометастатическая. Если она олигометастатическая, а может быть, ничего этого не надо. Я бы назначил химиотерапию. Предполагаю, что заведомо, что болезнь, вероятнее всего, не олигометастатическая. Хотя, вот случай. Прошло больше полутора лет после радикальной операции. И действительно, если болезнь олигометастатическая, вот тут можно задуматься о локальном воздействии. И поэтому все вышеперечисленные методы имеют смысл. То есть сделать МРТ, сделать ПЭТ. Если она единственная, можно ее убить абляцией. Понятно. Еще кто-нибудь? Вы заинтересованный человек, Илья Анатольевич. Вы назначали лечение. Мы с вами обсуждали тактику. Но нет, я с удовольствием послушаю вас. Я бы назначил пациентке химиотерапию. Потому что нет такого метода визуализации, который бы позволил пациентке выявить микрометастазы заболевания. Понятно. Все же мы поступили по-другому. Мы выполнили резекцию пятого сегмента печени. И нашли метастаз, кроме пятого сегмента, еще и в печеночной демисперстной связке. Небольшой метастаз, о котором мы ничего не знали до этой операции. Метастаз тоже имел в строении протоковой аденокарциномы, высоко дифференцированной. После этого пациентка получила терапию капицитабином, тоже в монорежиме. И в течение последующих двух с половиной лет прогрессирования не было. Но в 2018 году отмечен подъем маркера СЕ19-9. И при компьютерной томографии и ультразвуковом исследовании обнаружили метастаз в яичнике. Следующий вопрос. Что при повторном метахронном метастазировании стали бы делать коллеги? Кто может нам сказать? Непростая ситуация, понятно. Что? Посмотреть, кто проголосует за лекарственную терапию. Давайте. Кто проголосует за лекарственную терапию? Большинство. Замечательно. Кто за хирургией? Правильно. Как я и думал. Наблюдение? Ну, наблюдение, думаю, вряд ли кто-нибудь согласится. Это формальный вопрос. Мы оперировали больную. Мы выполнили... Даже не сомневались, Игорь Александрович. ...2018 года выполнили экстерпацию матки с придатками. И в левом яичнике действительно обнаружили метастаз протокового типа. И дальше была назначена терапия ЕМКАП. И вот в апреле 2019 года признаков прогрессирования заболевания нет. Хотя ПЭТ, КТ мы не делали. И в сумме получается 5,5 лет жизни больной после первичной операции. Благодаря чему достигнут этот результат? Трудно сказать. Или биология опухоли именно этой опухоли, или иммунный статус этой больной. А может быть потому, что мы все-таки активно ее лечили? Трудно. Так сказать, вопрос трудный. Но, понимаете, само существование вот такой больной, быть может, это не так много таких больных, но сам факт выживания длительного заставляет нас думать о более активной деятельности, действиях наших, более агрессивной тактике в отношении больных, ну, с метастазами, которые мы считаем олигометастатическими. Кстати, понятие олигометастатической болезни очень разница в понимании разных исследователей, потому что количество метастазов, которые мы могли бы считать олигометастатическими, проявлениями олигометастатической болезни, тоже разница. Некоторые считают до 5 метастазов однолобарных, это тоже олигометастатическая болезнь. Ну, единого мнения на этот счет не существует. И вот две самых больших работы, выполненных за последние годы. Одна из этих работ из Гейдельберга, которую уже сегодня вспоминали. И в этой работе самое большое число наблюдений олигометастатической болезни. 128. Причем там имеются в виду и синхронные, и метахронные метастазы, и кроме метастазов в печени, еще и метастазы в ордоковальном промежутке, которые тоже считаются олигометастатическими. И вот их результат таков. При синхронном выявлении метастазов результаты оказываются не лучше, чем результаты химиотерапии. А вот метахронное метастазирование оставляет выбор. Мы можем выбирать все-таки думать о более агрессивной тактике. И вторая работа из Мюнхена. Это большой метаанализ, в котором приводятся разные точки зрения и разные результаты. В основном у всех очень маленькое число наблюдений. 8, 9, 7. И высказывания очень осторожные. Говорится о том, что да, в отдельных избранных случаях можно рассматривать хирургическую тактику, в других прибегать к абляции, в случаях в третьих исключительно лекарственному лечению. И в основном общая позиция такова. При синхронном поражении лучше не выполнять симультантные операции. При метахронных можно обсуждать. Что может влиять на решение о резекции печени, кстати, и в синхронном варианте? Ну, во-первых, первой причиной называют желание больной. Вторая – это мнение хирургов. Третья – это статус, объективные какие-то показатели, насколько человек готов перенести симультанную операцию и каков его статус, насколько он компенсирован в отношении сопутствующих заболеваний и присутствия этих сопутствующих заболеваний, и каков риск осложнений. Кстати, синхронные или метахронные операции не увеличивают ни летальности, ни числа осложнений. И поэтому тут имеет значение только целесообразность онкологическая. И вот онкологическая целесообразность и основной вывод именно такой, о котором я сказал. Метахронные, да, Вячеслав Иванович? Синхронные – нет. И… Ну, сейчас мы… Сейчас поговорим. Вот еще один пример. Восемь лет жизни у человека. Правда, это Стив Джобс. Правда, это нейроэндокринный рак. Но вызывает уважение усилия, которые были приложены для спасения жизни этого человека. ПДР, 4 года безрецидивного течения, трансплантация печени и еще 2 года жизни. Это, в общем, просто побуждает нас не отказываться сразу от всех возможностей лечения, а каждый раз выбирать индивидуальный путь. Пока не накоплен большой опыт и пока нет убедительных данных ни про и контра, надо рассматривать все варианты. Ну, все, пожалуй. Спасибо. Спасибо большое. Будут ли вопросы еще? Да, я хочу спросить. Как Вы думаете, как бы развивалась Вы болезнь, если бы тот метастаз, который был удален из печени, был подвергнут лекарственному воздействию и в последующем бы оставлен под наблюдением? Сослагательное наклонение. Невозможно представить себе, я не знаю. Может быть, был бы эффект, а может быть, нет. Вы знаете, вот Гоума, есть такой бельгийский хирург, панкреатолог, вот он даже сказал, там по другому поводу. Это примитивное стремление хирургов решить все проблемы при помощи своего скальпеля. Ну, там о другом состоянии шла речь. Но сам Гоума, между прочим, вот выскажившись так резко, тем не менее, он выполняет и расширенное, и комбинированное вмешательство, и пластика, и резекции артериальных сосудов, и венозных. Так что, конечно, мы все понимаем риски и на пролом идти у больного особенно с осложнением течением. Но ведь бывают еще ситуации насчет синхронных, кстати. У нас несколько раз была ситуация, когда мы, идя на панкреатодональную резекцию, во время операции обнаруживали метастазы, которых мы не видели раньше. В частности, вот дважды это был единичный метастаз в печени. Мы выполнили панкреатодональную резекцию, резекцию печени, что не было особенно технически сложным. И вот эти двое больных жили пять лет. К сожалению, я потом не знаю их судьбу. На фоне, правда, химиотерапии, конечно. Да? Я просто, может быть, я, конечно, примитивно размышляю, но я очень сильно сомневаюсь, что это тот метастаз в яичнике, который у пациентки возник, он возник в результате того, что метастаз в печени метастазировал яичник. Ну, я не думаю. В этом случае это один ряд событий. Сдержанная позиция направлена на то, чтобы провести лекарственное лечение на этот метастаз, понаблюдать за ним в последующем и убедиться, что речь идет действительно о боли-гаметастатической болезни, если он будет расти, но ничего не будет прогрессировать, кроме него. Вот это такой дополнительный критерий, который, с моей точки зрения, позволяет все-таки чуть-чуть более внимательно отобрать больных для резекции печени. Не только тот факт, что он поздно возник после операции на поджелудочной железе, это биология опухол. Ну да. А вот если болезнь прогрессирует в виде роста этого метастаза без появления других очагов, это уже биология не просто, а указывающая нам на то, что это может быть олигаметастатический рак на самом деле. Спасибо большое, но это все гипотетические модели. Мы никогда не можем повторить историю дважды, проиграть ее. Я не знаю, как бы я поступил в следующий раз. Вот, откровенно говоря, было бы это двухлетний период светлый или меньше по времени. Сложно очень манипулировать. Ну, я расскажу историю из своего опыта. Однажды я пошел на охоту и там в операционную и обнаружил там метастаз печени, который мы не видели на КТ. И было такое раз 10. И мы, согласовав концепцию с руководством, сделали человека ПДР или дистальную плюс метастаз печени. И никто из этих больных года не прожил. Никто. понимаете, поэтому обмен рассказами о том, как долго, как я соперировал одного мужика и он сейчас вот в такой форме, это я думаю, что это не доказательство. Это не проходит. Ни контро, ни про. А я вам расскажу про Хайдельберг. Значит, недавно они опубликовали такой работ, Тила Хакерт, который был автором одного из сообщений, опубликовал работу, называется лечение погранично-резиктабельного рака The Heidelberg Approach. Хайдельбергский подход. Они делали только surgery first. 26% эксплуатативных лапаротомий. Когда мы это услышали, на европейском патриотическом клубе у некоторых зашевелились волосы на голове. И это одна из ведущих клиник мира. Вообще, для того, чтобы затеять хирургию у больного с метастазом протоковой адренокарциномы в печени, нужно обладать недюжинными организаторскими способностями, на мой взгляд. И в значительной степени убедить пациентов в том, чтобы они делали то, что им делать не надо. Потому что, ну вот смотрите, работа, про которую мы говорили, 7% пятилетней выживаемости у больных с метастазами протоковой адренокарциномы. О чем это говорит? Это говорит о том, что не операции выручил этих больных, а биология опухольная. Если мы больше знаем о биологии опухоли, мы не делаем больных ненужными операциями, каждая из которых имеет риск осложнений, даже небольшая. А уж я не говорю, скажем, если это какая-нибудь центральная резекция печени или какое-нибудь сложное вмешательство в забрешенном пространстве. Вот я думаю по этому поводу примерно так. То есть, чтобы для того, чтобы пойти на резекцию печени, даже вот метастаз, который ты сейчас нашел на операции, а раньше не видел, нужны очень серьезные обоснования, которые ты должен представить своим коллегам, обсудить и получить отказ. все зависит от того, кто эти коллеги. Понимаете, все равно всегда решений принимает один человек, хирург. Уж насколько обоснованно оно окажется, неизвестно. И вообще выводы окончательно сделать, я думаю, мы заговорились, окончательные выводы сделать можно только после накопления определенного материала. Его накопить можно, только делая шаг за шагом. Априори ничего здесь не решается. Конечно, биологию опухоли хорошо бы знать, но давайте мы будем изучать биологию опухоли, а в это время больные, которым мы, может быть, могли бы помочь, они будут умирать. Не знаю, я просто не знаю, честно говоря. На большинство этих вопросов, которые мы здесь задавали, для меня тоже так же остаются непонятными. Ну вот, был у нас удачный опыт. Хорошо, замечательно, но дальше у нас может быть подряд серия неудач. Это тоже понятно. Но для того, чтобы сделать яичницу, надо разбить яйцо. Вот логика такова. Спасибо большое за такой интересный случай, который начал такую интересную дискуссию. Спасибо. Спасибо. Маленькая ремарка, да. Вот в нашем отделении по поводу синхронных метастазов метастазов рака поджелудочной железы в печени, конечно, если мы видим метастазы интероперационно, те, которые не видели, то это заставляет нас остановиться от активного хирургического вмешательства, потому что действительно опыт больше негативный, чем позитивный. Но, тем не менее, совместными коллегами из наших химиотерапевтических отделений мы сейчас планируем инсценировать набор больных в рамках как раз олигометастатической болезни, смотреть пациентов с солитарными единичными метастазами в печени и попытаться их оперировать, находить критерии отбора для операции и смотреть свой, хотим получить опыт в этом плане. Так, успеем мы еще одного, один случай разобрать? Розаев Зарахмат Салманович докладывает на случай, потому что мы видим его совместно. Я оперировал больного, но вся честь, которая обеспечила ему долгую жизнь, принадлежит химиотерапевтам. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, действительно, тут совместный труд. Пациенту на момент постановки диагноза было 75 лет, однако рационопа желудочной железы протоковая G1 20 июля 2014 года выполнена операция, Далее проведено шесть курсов стандартной отделантной на то время химиотерапии гемцитабином 1-8-15 дней и спустя почти год, ой, извиняюсь, 6 месяцев у пациента выявлено было прогрессирование в виде множественного поражения обоих легких метастатического. С сентября по мае было проведено 9 циклов химиотерапии по схеме кселокс, лучший эффект стабилизации, далее было принято решение дать поддерживающим режиме капитстабин, собственно, он продержался шесть циклов, дальше было выявлено дальнейшее прогрессирование в виде появления новых метастатических очагов в легких, а печень была интактна. Во вторую линию была попытка проведения четырех циклов химиотерапии фолфери. К сожалению, как предполагалось, ответов мы не получили, также появились новые очаги в легких, собственно, они были бессимптомные, мелкие, множественные, рассеянные, и на тот момент обсуждался вопрос, ставился вопрос о стереотоксической терапии, но этот метод был сразу отклонен из-за большого количества и отсутствия каких-либо симптомов. В третью линию тоже нестандартное лечение, в течение года практически пациент получил около 30 курсов, если считать первые 8-15 дни паклитокселом 80 мг квадратный еженедельно и анти-GFR-терапией эрлатинимом. Длительная стабилизация, но в январе 2018 года было отмечено проложение заболевания в виде появления новых очагов в легких, печень также интактна. Далее с февраля 2018 по март 2018 4 цикла химиотерапии фулфокс, учитывая ранний ответ на кселокс, но, к сожалению, ответы мы не получили. Вот, собственно, картина. Тут множество на рассеян. Так, как вернуться? Перелистал, извините. Что? Сейчас. Значит, долго думали, приняли решение дать Тайсуна. С января месяца он получил 2,5 цикла терапии Тайсуна, переносит замечательно, из побочных реакций можно отметить гиперкератоз. При контрольном обследовании по ОКТ отмечена стабилизация, уменьшение суммарно на 5% по критерию эмлицист-очагов и исчезновение некоторых мелких очагов. Мы планируем продолжить лечение. Суммарно на сегодня пациент с момента прогрессирования заболевания живет 54 месяца, получил около 70 циклов химиотерапии ЭКОК-1. Несмотря на свой преклонный возраст, 79 лет, ведет очень активный образ жизни. Продолжение следует...